Какие новости? Я отдельную передачу сделаю про Росреестр. Это, как выяснилось, преступная организация именно с целью ограбления граждан и создана. И сейчас очень интересный процесс пойдет, особенно в Москве, поскольку, как поступили сообщения, данные Росреестра исчезли. Там какой-то пожар или наводнение, землетрясение, вот все исчезли. Поэтому, может быть, специально и принят был накануне этого безобразия такой закон, что право вашей собственности фиксируется только в Росреестре. Если в Росреестре есть, тогда вы можете претендовать на собственность. А если нет, тогда извиняйте, тогда вы никто. Вас можно отнять все, что угодно, потому что в Росреестре чего-нибудь там написали, выписали, перезаписали, ошиблись, подтасовали и так далее. Закрытая абсолютно структура, что там творится, никто не знает. Но вот творится именно это. Готовится масштабный отъем собственности у граждан. Кто-то уже на себе это почувствовал, кто-то почувствует в ближайшее время. Но сейчас о другом. О петициях и выборах. Выпускается какое-нибудь заявление, и люди говорят, ну что вы все, заявление, заявление, вы бы что-нибудь реальное сделали. Ну так вы к нам придите, так мы вместе с вами сделаем то реальное на то, что вы готовы. Может быть вы вообще ни к чему не готовы, кроме того, что высказывает какой-то скепсис. Вот вы со своими заявлениями. Заявление или петиции служат для того, чтобы привлечь внимание тех, кто заинтересован знать что-то, или знать, например, о позиции русских национальных сил на этих выборах. Вот эта позиция излагалась накануне выборов в заявлении Русского национального фронта, которое я бегло прочту. Уже те, кто хотел с этим ознакомиться, уже ознакомились. Ну кто не успел или не хотел, может быть сейчас захотел ознакомиться через вот тот текст, который я зачитаю в заявлениях. Было принято в начале избирательной кампании, и поэтому здесь и говорится. Начавшаяся избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы отмечена громкими заявлениями о том, что все национал-патриоты России присоединились к либеральной партии Парнас, возглавляемым бывшим премьер-министром Касьяновым. Эти заявления выдают желаемое закулисными интриганами за действительное. Действительное же состоит в том, что национал-патриотическая коалиция Русский национальный фронт никогда в подобные союзы не вступала и не собирается вступать. Нам неизвестны лица, которых мы могли бы назвать национал-патриотами, которые создавали бы какие-то устойчивые политические объединения, и при этом шли бы на соглашения с нашими идейными противниками, запятнанными соучастием в разграблении страны. Отдельные персонажи современных политических спектаклей, которые говорят о таких соглашениях, в свое время также дезориентировали граждан, втягивая их в белоленточный протест. Другие вообще выскочили как черты с табакерки, самозванно объявляя себя лидерами национал-патриотов. Этих самозванцев с либералами объединяет проукраинская позиция и ненависть к ополченцам Донбасса, анархические взгляды, порой доходящие до символических форм гитлеризма, а также подконтрольность закулисным политтехнологам Кремля. Нас с ними ничего не объединяет. Мы подтверждаем свои прежние позиции, в фальшивых выборах граждане участвовать не должны, а национал-патриоты обязаны разоблачать фальсификацию всей политической системы, а также идейные тупики, в которые нас пытаются затащить либералы и леваки, вольно или невольно выполняющие задания олигархической группировки, узорпировавшей полномочия государственного управления в России. Эта позиция была накануне избирательной кампании, когда она только еще начиналась, и была объявлена, заявлена. Вот сейчас избирательная кампания прошла. Мы с удовлетворением отмечаем, что именно русские отказались участвовать в фальшивых выборах. По моей оценке, это от 75 до 80% русских, имеющих право голоса. И все, как мы видим, если по статистике уже посчитали, примерно 13 регионов сделали основной вклад в избирательную кампанию ныне действующей олигархической группировки вместе с «Единой Россией во главе», которая ведет за собой все остальные партии, все без исключения, все партии, которые были участвовать в этих выборах, это партии враждебной российской государственности, и русскому большинству русские на эти выборы не пошли. И спасибо на том, что вы, русские люди, не стали идиотами, которые поддерживают вот эту политическую систему. Идиот – это не ругательство, это обозначение асоциального типа, который не имеет понятия о своей родине, родителях, родстве, законах и так далее. Такой термин применялся древними греками. Мы вполне можем его применять именно как термин политический. Из нас пытаются сделать идиотов. Вот идиоты приняли участие в выборах. Кто-то за эту власть, кто-то против этой власти, кто-то портил бюллетени, кто-то шел помимо своей воли голосовать, потому что ему угрожали всякими административными карами. Но все равно это идиотизм. Все равно это идиотизм. Покорность вот той системе, в которую нас втягивает. Нам в этих выборах до тех пор, пока вот эти путиноиды сидят у власти, пока олигархия расправляется с национал-патриотами, участвовать нельзя. Будут наши на выборах, будем участвовать. Но нам обязательно подсунут таких же, вот как подсунули Парнас, такие же фальшивки на любых других выборах. Могут сделать, объявить все, что угодно, и агентура глубокого залегания вылезет, расскажет о том, как мы должны жить, и вот так как выскочит, как выпрыгнет, они замечательно что-то там скажут. А на самом деле все равно будет обман. Все равно будет обман. Поэтому мы должны рассчитывать на консолидацию русских сил задолго до всяких выборов. Мы должны рассчитывать на тех лидеров, которых мы видим в течение многих лет и слышим их позицию. На тех, кто не вступает в коалиции. Ни с этой властью поганой, ни с коммунистами, леваками всякого рода, ни с белоленточниками, либерастами всех мастей. Вот если мы будем видеть такие силы и таких лидеров, за них стоит голосовать. Стоит голосовать даже в проигрышной избирательной кампании, когда везде закрывают пути, не дают и так далее. Стоит. А когда таких нет, когда вместо этого нам подсовывают очередную фальшивку, невозможно голосовать, нельзя голосовать. И спасибо русским людям, что они отказались от участия в этой мерзостной избирательной кампании, которая является частью государственного переворота. И вот по этому поводу петиция. Формально она направляется Владимиру Путину, которого называют президентом. На самом деле, конечно, это никакой не президент. Это организатор очередного государственного переворота. Он и никогда не был президентом. Он всегда был чуждой России агентурой, чуждым для нас правителем, который нам навязан олигархической группировкой. И теперь она финансирует его под отчетные и сформированные им силы, в частности, Единую Россию. И все остальные партии, уверяю вас, и Справедливая Россия, КПРФ, и ЛДПР, это все содержанки олигархии. И такой же содержанкой является Путин. Но это такой жанр, жанр петиции. Петиция подается не для того, чтобы Путин ее прочел. Он, конечно, не прочтет. Не для того, чтобы его клерки там прочли. Нам это абсолютно неинтересно. Это такой жанр. В этом жанре каждый может увидеть то, что он захочет увидеть. Я хочу увидеть, подписывая эту петицию, в этом жанре разоблачения Путина как государственного преступника. И даже если к нему обращаются президенту Путину, на самом деле обращаются к человеку, которому место на тюремных нарах. И я выступаю не за то, чтобы там что-то сменить, импичмент какой-то, это все ерунда полная, а в том, чтобы изменилась сама система государственного управления, чтобы она пришла в соответствии с законом, а закон пришел в соответствии с чаяниями населения и историческими и правовыми традициями русской государственности. Именно русской, а не какой-либо другой. Требуем признать выборы в Госдуму не состоявшимися, как несоответствующие Конституции, пусть Ельцинская Конституция, хотя бы ей бы хоть что-нибудь соответствовало, и провести новые выборы на беспартийной основе. Гражданин-президент. Вот такое обращение. Ну, я бы не обращался, конечно, гражданин-президент, а просто бы безлично бы написал. Ну, пусть будет так, пусть будет так. Вот авторы так написали, я их поддерживаю. В настоящем напоминаем вам, что действующий основной закон страны, Конституция Российской Федерации, гарантирует равные избирательные права и права на управление государством всех граждан ст. 3.1.3, а также ст. 32.1.2. Однако федеральный закон от 22 февраля 2014 года о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации не соответствует Конституции РФ, поскольку предоставляет преимущественное право избираться и быть избранными для членов неких партий. Хотя в этот раз выборы проводились по смешанной системе, мажоритарно пропорциональны, однако согласно упомянутому закону, от граждан, не состоящих в политических партиях или ими поддерживаемых, в отличие от своих конкурентов, требуется собрать 3% подписей от общего количества избирателей данного округа. При этом кандидаты от партии, уже прошедших федеральные собрания или региональные законодательные собрания, освобождены от прохождения этой процедуры. Более того, партии, набравшие на федеральных выборах более 3% голосов на основании принятого имя же закона, получают мультимиллионные и миллиардные дотации из бюджета, то есть из кармана каждого гражданина, что однозначно дает этим партиям преимущественное положение по сравнению с остальными гражданами страны. Все это можно проиллюстрировать на примере Москвы, где во время проведения последней избирательной кампании в кавычках по одномандатным округам было без проблем зарегистрировано 28 кандидатов от партии, при том, что из независимых кандидатов в депутаты только два кандидата сумели собрать по 15 тысяч требуемых от них подписей избирателей, чего не требуется от партийных кандидатов. Таким образом, происходит выпиющее нарушение конституционного принципа гарантии равных избирательных прав и права на управление государством для всех граждан. С тем учетом, что во всех зарегистрированных партиях суммарно состоит не более 4 миллионов человек, это данные, которые являются официальными, получается, что фактически менее чем 3% избирателей предоставлено право избираться и быть избранным высшие законодательные органы Государственную Думу. Кроме того, нас, простых избирателей, лишили и возможности высказывать свое отношение к несправедливостям в том же законе, полностью отменив порог явки и убрав графу против всех. Отдельно отметим, что допущенные к выборам партии не отражают всего спектра настроений общества и, в первую очередь, не представляют коренные интересы русского народа, составляющего более 80% населения России. Русский народ-создатель и основной акционер государства российского фактически не имеет своего национального представительства в федеральных органах власти. Таким образом, однозначно создана угроза для незаконного захвата и удержания власти. Но я бы сказал, что состоялся незаконный захват и удержание власти. На основании вышеизложенного, а также на основании зафиксированных на видео многочисленных массовых вбросов бюллетеней, как правило, в пользу партии власти, требуем от вас, как гаранта Конституции, принять решение о признании прошедших 18 сентября 2016 года выборов в Государственную Думу несостоявшимися, как несоответствующими Конституции, то есть антиконституционными. Требуем объявить чрезвычайное положение привести избирательное законодательство в соответствии с Конституционными нормами на основании указа Президента, а после чего объявить о новых выборах на полностью беспартийной мажоритарной основе, в результате которых и будет сформирован новый состав легитимной Государственной Думы в полном соответствии с Конституцией России. Все это позволит предупредить надвигающийся социальный взрыв в обществе, возмущенном действующей порочной системе формирования власти на партийной основе, восстановить доверие к Конституту власти, что станет основой для достижения социальной справедливости в России, Русский национальный фронт и подписи членов штаба Русского национального фронта. Есть здесь определенное такое смягчение позиций, смягчение также и в том, что при нынешней власти, даже если будут одна мажоритарная округа и больше ничего, и не будет партий, то они все равно фальсифицируют. Мы же увидели, если вся машина избирательной системы ориентирована на фальсификацию, то она любую систему фальсифицирует, партийную, мажоритарную, все равно, она фальсифицирует в любом случае. В данном случае мы увидели, что за партию «Единая Россия» был вброс, и статистика это однозначно показала, примерно половина бюллетеней, которые были за «Единую Россию», это была фальшивка. Не говоря уже о прочих формах фальсификации, каруселях, принуждения бюджетников, военных и так далее. Вброс, просто прямой тупой вброс, фальсификация конечных цифр наполовину. Я уже не говорю о том, что просто нет национал-патриотов на этих выборах. Значит, эти выборы фальшивые. Тут сталкиваются ручные либералы, и ручная бюрократия отчасти левая. Но она вся, можно сказать, все они левые. То есть нас, как правых, настоящих правых, националистов, национал-патриотов, просто нет на этих выборах. Как же они могут быть справедливыми, даже если объявят мажоритарные округа? Сможем мы выдвинуться? Они все засыплют деньгами, как курам насыплют, вот эти мелочишки. И побегут люди, так называемые агитаторы. Сейчас, вот я тоже приводил эти данные. Сейчас агитаторы бегали, там за 20-30 тысяч бегали, им несколько десятков человек надо сагитировать. Все, они получают свои 30 серебряников. Засыплют, конечно, деньгами, но им просто влом, им жалко этих денег. Пусть лучше будет без сбора подписей, без того, чтобы мучиться с нами, гражданами. Зачем мы, как избиратель, когда можно все тотально фальсифицировать? Вот они это и сделали. Конечно, они минимизируют свои затраты на избирательную кампанию. Они сделали ее максимально дешевой для себя. И таким образом совершили государственный переворот. Я считаю, что все ныне действующие государственные органы это органы, управляемые преступниками. И первый преступник среди них, конечно, Владимир Путин, который все это организовал, который в течение многих лет, уже десятилетий, правит страной, как колонией олигархии. Олигархи – это его ближайшие друзья, это его опора. Деньги – это его способ мышления. Ему наплевать на Россию и русских. Он мечтает только о том, чтобы, уничтожая то и другое, максимальную прибыль получить для той воровской верхушки, которую он возглавляет. Ну, есть эта форма петиции, и я призываю ее поддержать. Вот есть Change.org, такой ресурс, на нем вы легко найдете, я еще ссылочку дам, вы сможете проголосовать. Ну, если у вас там с души воротят от всяких слов писанины, все понятно, таких у нас много, и читать-то уже не хотят, не то что писать, вот три строки, и уже глаза устали. Народ, конечно, от политики не устал. Он устал от вот этой бестолковщины, что на самом деле нет никакой политики, есть сплошное политиканство. Но есть какая-то небольшая доля, там, процентов 10, идиотизированной публики, вот она восторженно смотрит в глаза начальству. Эта вот идиотизированная публика, она чаще почему-то концентрируется, как мы видим, по результатам голосования в национальных республиках, и это их президент, это их дума, их, но не наша. Значит, нам надо формировать свою систему отношений и самим защищать свое государство, свой собственный дом. Поэтому нам надо консолидироваться в русском движении. И мы через вот такого рода петиции подаем сигналы. Вот какая обстановка, вот наша оценка. Если вам это близко, вы должны подтягиваться, вы должны, пусть вам что-то не понравилось в этой петиции, но все равно надо поддержать, потому что основа правильная, основа правильная. Если вам что-то там не нравится, какая-то личность, или какое-то отдельное ее высказывание, плевать, надо соединяться в русское движение. Ядро этого объединения есть. Вот последнее, оставшееся неопоганином ядро, это русский национальный фронт. Вот наша партия входит как часть в русский национальный фронт, партию Великой России. Там и другие есть организации, подтягиваются новые. Но надо, чтобы эти организации были, если вам хочется создать какую-то вот чисто свою идеологическую организацию, вот по той схеме, которую вы себе придумали. Ну, во-первых, надо посмотреть, что вообще есть у других, кто с какими идеями, идеологиями выступал или выступает. Может быть, проще присоединиться к какой-то партии, чем городить свой огород, изобретать велосипед. Ну, ладно, нужен вам этот велосипед, вы сами хотите на нем ехать. Ну, создайте его. Чего же вы ничего не делаете, не создаете? Создайте и присоединяйтесь к русскому национальному фронту. Не можете создать, просто присоединяйтесь как одиночное лицо. Сейчас по всем регионам, вот в сети ВКонтакте такие созданы группы, и вы можете в эту группу войти и даже начать ее вести как админ, консолидируя вокруг себя людей. Вы что-то хоть можете? Скажите сами себе, что вы лично можете? Если вы что-то можете, значит, вы должны это создать в русском национальном движении, какой-то центр притяжения, какой-то центр кристаллизации и присоединиться к общему делу русский национальный фронт. Вы туда войдете, если вы готовы быть деятельным членом штаба этого фронта, планировать мероприятия, нести затраты, какую-то груз ответственности брать на себя, вы придете к нам и вас примут с распростертыми объятиями. Есть только деятельные люди, нам интересны в русском национальном фронте, в штабе. Кто-то готов поговорить, кто-то готов что-то написать. Хорошо, берите на себя ответственность и делайте это. Но самое главное, это организационная работа. Ее не будет, значит, не будет никаких структур русского движения, и какие бы ни были выборы, снова будут выдвигаться только наши враги и будут нам предлагать выбрать из плохого и еще более худшего. Нам такой выбор не нужен. Нам нужно выбирать русских людей, русских националистов. Их мы должны готовить, выдвигать от себя и всем миром, русским миром поддерживать своих людей. На этих выборах не было, на других, другие будут выборы, будет борьба за главный приз, за президентский. Кто у нас будет кандидатом в президенты? Я считаю, что у нас наш кандидат в президенты Владимир Васильевич Квачков, он не случайно сидит в тюрьме, туда посажен, как действительно реальный кандидат в президенты от русских, от 80 и более даже процентов, потому что русскими по духу должны быть в России более 80 процентов. Остальные там могут быть национальными меньшинствами, мы против них ничего не имеем, национальные меньшинства, у них там особый статус и так далее. Русские должны голосовать за русского кандидата, выдвинутого русскими национально-патриотическими силами. На сегодняшний день последняя группа, которая осталась, еще не разгромленных, хотя из нас тоже выбили там Кирилл Барабаш, Юрий Екишев и сам Владимир Васильевич Квачков тоже, и у нас есть те люди, против которых возбуждены уголовные дела, там в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в других городах, нам очень тяжело, но вас нет, поэтому нам тяжело, нас слишком мало, у нас слишком мало работоспособных рук и работоспособных мозгов, а вы вот слушаете русские новости и никак не подключаетесь, ну если бы хотя бы вот одна передача, один человек пришел бы, так нет этого, нет, и действительно нам тяжело вот малой группой стоять за русские национальные интересы, вы русские должны подключиться к нашей деятельности, к нашей работе, да страшно, да можно что-то потерять, ну во-первых, не делайте глупости, меньше риска, во-вторых, нам важна работа, а не какие-то там публичные всплески, выкрики, на которые очень многие покупаются, а реально за этим ничего не стоит, кроме вот потока слов, больше ничего. Мы работаем, реально работаем над программами русского национального движения, над публичными акциями, над научными конференциями, подбираем кадры, мы работаем постоянно, как политическая структура, и мы собираемся провести русский национальный марш именно как политическое шествие, а не как карнавал вот этих картавых засланцев, которые у нас уже не один год претендуют на то, чтобы руководить русским движением и тащить его за либералами вот в эти либералистические колонны, в парнас и в прочие помойные ямы. Этих помойных червей мы, конечно, не приглашаем, а вот тех, кто за Россию, за русскую власть, за честных русских политиков, за честное русское политическое движение, вот тех мы зовем на русский марш, русский национальный марш. Пусть там какой-то национал-торгаш приватизировал это как бренд свой торговый, нам наплевать на, мы не торгуем родиной, мы не торгуем русским вопросом. Мы приглашаем всех на русский марш, а перед этим мы должны провести целый цикл мероприятий, собирающих всех вместе, отрабатывающих нашу точку зрения на сложившуюся ситуацию, программу наших действий. Вот это все является русским движением. А всякая шушера, которая полезла, опорнасилась, запорнасилась, это люди уже все неприкасаемые, как будто они вот чумные какие-то. Давайте мы отойдем от них в сторону. Это предатели, национал-предатели, которые якшались и обмазались, опачкались от наших врагов и являются просто засланцами в русское движение. Никакой веры им быть не может. Еще раз приглашаю русских людей формировать русские политические объединения, объединяться в то, что уже есть и работает уже не первый год, русский национальный фронт, и выступать в едином порыве на русском национальном марше, во-первых, и потом, далее, везде и далее, всегда. Только непрерывное политическое действие, политическое движение может обеспечить нам победу, и мы сможем добиться русской национальной власти, добиться учреждения из вот того разобранного в квази-государственного состояния под названием РФИЯ, русское национальное государство. Вот что должно родиться из этого сора, которую оставили после себя коммунисты, а теперь и либерасты. Мы должны вырастить настоящее государство, дееспособное и суверенное. В этом наша задача. Еще раз всех приглашаю в русский национальный фронт, партия Великая Россия. Всех заинтересованных обращайтесь ко мне в личку, обращайтесь на страницы, которые есть в интернете, в сети ВКонтакте, в Фейсбуке. Кто ищет, тот найдет свое место в русском строю в борьбе за русское дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова